В день четыре десятка пациентов. За все годы работы – тысячи. И каждого из них Евгений Калегин помнит, свою жизнь с медициной связал в 2001 году. Позже занял должность лора в областной клинической больнице. С тех пор провёл сотни операций. На одной из них вернул слух Анжелике Полосовой. В детстве её сбила машина. На 60 лет звуки окружающего мира для женщины стихли. В 2015-м Анжелика наконец услышала – всё прошло успешно, готовьтесь на выписку. Такая практика показала – одного мастерства мало. Необходимо сочетание человеческих качеств – сострадания, милосердия, самоотдачи. Пациента нужно к себе расположить. Даже вроде бы скандального пациента тоже можно к себе расположить. Главное знать, за какие ниточки психологические дёргать с этого пациента, для того, чтобы вызвать у него доверительное отношение. Комплайн должен быть у пациента к доктору. Свой профессиональный праздник Евгений встретил в кругу коллег. Торжественная церемония прошла в зале Дворца культуры «Губернаторский». Здесь врача ждал приятный сюрприз – ежегодная областная премия «Призвание». За медицинской маской порой не видно лица тех, кто ежедневно борется за наши жизни. Но сегодня они вышли из тени. Поздравить всех причастных приехал глава региона. Спасибо вам за профессионализм и терпение. За верность к призванию, стремление к развитию и неравнодушию. За то, что каждый день вы стоите на страже жизни и здоровья десятков тысяч ульяновцев. Алексей Русских отметил благодарственными письмами и именными наградами лучших в профессии. Среди них Сергей Вольский – врач-анестезиолог-реаниматолог Павловской районной больницы. Именно он в составе экстренной бригады боролся за жизнь беременной женщины. Счет шел буквально на секунды. «Вся бригада, работало много человек. Хирурги, гинекологи, педиатры, акушерки. Анистральное ранение в брусную полость. Женщина беременна 35 недель. Врождение матки. Мы спасали обоих. Женщину и ребенка». Это лишь один пример из практики. Подобных не перечесть. Врачи, медсестры, хирурги сходятся во мнении – самое сложное в работе – не допустить ошибку. Ее цена слишком велика. Всех медработников области объединяет преданность избранному пути. «Понимаете, мы на самом деле с вами огромная сила. От нас с вами меняется реальность. Я горжусь каждым из вас. Я верю, я уверен, что все у нас с вами будет хорошо, что мы с вами со всем справимся и дальше будем продолжать нашу работу». Вместе с теплыми словами – материальная поддержка. Например, помощь в трудоустройстве. За минувший год на работу в сфере здравоохранения пришли 477 врачей. Кроме того, в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они помогают закрепить кадры в сельской местности.